В ауле Адыге-Хабль общественная палата Карачаева-Черкесии совместно с депутатами Народного собрания Республики провели выездной мониторинг развития интенсивного садоводства в АПК при Эльбрусе. Есть ли проблемы и какие пути решения? Ну а самое главное, будет ли урожай яблок, узнавала Альбина Ламкова. Инвестиционный проект по закладке интенсивного яблоневого сада СПК при Эльбрусе на почте 500 гектаров стартовал в 2016 году. Он включал в себя строительство фруктохранилища вместимостью 20 тысяч тонн вместе с сортировочно-упаковочным оборудованием. Уже большая часть проекта реализована. Садоводы могут хранить полученный урожай в объеме 5 тысяч тонн в холодильных камерах. Для этого в них поддерживают стабильный микроклимат. Увлажняем, на мере необходимости. Вот и всё, въяно. Никакого газа, ничего не закачивая в народе. Химия. Повышение продовольственной безопасности страны – главная цель в развитии экономики России. После введения санкций в отношении нашей страны потребность в импортозамещении стала на первый план. Для сельских производителей были разработаны специальные программы. Проводится государственная поддержка. Выдаются кредиты на выгодных условиях. Как это работает и есть ли проблемы – это и стало основной темой разговора во время мониторинга. Проблемы у нас существуют, и скрывать мы их не будем. Но в то же время посмотрите, какие у нас есть и достижения. И мы хотим сказать, что мы видим, что садоводство развивается. С одной стороны, это рабочие места. Больше всего нас интересовало, насколько у нас есть собственные специалисты. И действительно получили утвердительный ответ. Да, поначалу это иностранные специалисты, которые помогали. Но мы научились, у нас все переезд свои специалисты. В рамках мониторинга обсудили перспективы развития садоводства в Адейхабрском районе. Есть две основные проблемы, которые влияют на стоимость продукта – энергоносителей и географическое отсутствие полноводных рек. Есть вопросы и по субсидированию, которые не дают возможность выйти на старте с одинаковыми условиями ценообразования соседними регионами. Отметили на встрече. Озвучены были моменты, по результатам которых считаем, что есть необходимость на пике Минсельхоза, на пике Минпромторга, на законодательной исполнительной власти провести рабочую еще одну встречу и выработать вектор движения, который можно рассмотреть. На данном этапе во фруктовом саду ведутся работы по асфальтированию территории и благоустройству прилегающих участков. Мы ожидаем хорошего урожая яблок. Будет порядка 10 тысяч тонн яблок. Всех ходовых сортов красных порядка 60%, желтых 25% и зеленых 15%. В саду ведутся сезонные полевые работы по подвязке, по натягиванию шпалейной системы. Чтобы деревья в саду были ухожены, им всегда нужно уделять много внимания. Особенно в июне, так как все силы направлены на рост плодов. Это время года для садовода очень хлопотное. Нужно много потрудиться, чтобы потом, осенью, собрать достойный урожай, который будет нас всех радовать. Альбина Ламкова, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыхабльский район.